Сахапова Оксана Урал-Хмауна, Илана Урал-Хмауна и приготовится весовая категорица из килограммов Лавренкива Матскева. Ну и так, поединок Ершов-Павел из Санкт-Петербурга и Сулейманов-Северного Кавказа. Силу того, что я сам из Санкт-Петербурга, я, конечно, Ершова знаю лучше. Этот мальчик два года назад был призером первенства мира по юношам. Потом такие вещи, как поступление института, некие травмы. И вот год он полностью пропустил, и сейчас появился сразу на молодежном первенстве. Даже юниорскую пропустил. Там из-за некоторого недоразумения получилось, что он пропустил. Не допустили на мандатной комиссии, но вот решили привезти его сюда. И смотрим, как спортсмены из юношеской команды сразу практически борются на практических взрослых соревнованиях. Арбитр сейчас просит удалиться секундирующего тренера. Вчера на собрании представителей и судей как раз говорилось, что более строго будут относиться к подсказкам тренеров. Потому что, как уже много, уже несколько лет это водится, подсказывать можно только в паузу между командой Матеих и Джумея. А у нас зачастую тренеры продолжают вести комментарии во время самого поединка. Немножко строже к этому стали относиться. Блокируется, дает, не дает бороться. Вот такие сейчас подсказки мы увидим, слышим со стороны секундирующих тренеров. Это, по-моему, Ярослав Михайлович Керат был, да? Ну, Ярослав Михайлович вряд ли это подсказывает. Потому что он законопослушный, он молчит, и он вообще не очень любит во время поединка давать какие-то эмоциональные рекомендации. Все, что нужно, делается до поединка, а тем более на тренировках. Ярослав Михайлович Керат, в том году у него был юбилей. Да, 80 лет исполнилось. 80 лет исполнилось. И он работает на татами со спортсменами. Михаил Анатольевич, я знаю, что он вместе с вами это делает со многими спортсменами. Да, мы в паре, у нас уже есть другие помощники, мы как бы в группе работаем, в такой бригаде. Но Ярослав Михайлович на свои 80 лет действующий, практикующий тренер. Он на татами, он практикующий. Он не просто в фитнес-камейке, там идет рекомендация, он надевает кимоно. Он объясняет элементы техники, сам показывает. И очень категоричен в определениях, хотя мягко порой говорит, что... У него есть свой путь, да. Да, он всегда видит. Гибкий, мягкий, но у него свой. У него есть свой путь. И он, если видит, что спортсмен не борется, он так и скажет. Он не борется. Он скажет, может, более мягко и спокойно, с всякими прибылками, подговорками. Я с ним согласен, что всю работу в основную надо делать на тренировке. Совершенно верно. На соревнованиях только реализовать. Где-то, может быть, какая-то коррекция, подсказка, да. Но вот уже научить, и это невозможно. Когда у нас тренеры начинают прямо перед выходом на татами человеку объяснять заднюю подножку, ну, как ты смотришь на это с удивлением. А настраивать морально и эмоционально, мне кажется, каждый человек боец, каждый борец боец. И он выходит на татами только для того, чтобы победить, только для того, чтобы бескомрамиссным быть. Поэтому настраивать его, ну, где-то, может быть, иногда надо, когда... Но в то же время это... По принципу учения Суворова тяжелого учения легко в бою, да? Вот Павел активизирует, он действительно и по захватам немножко переигрывает, и по атакам опережает. Может быть, не совсем качественные, но все же это атаки. И пока что ведет с преимуществом Шида. Шида он ведет. Два Шида на Шида. Вот такой сейчас расклад. По-другому не скажешь, поскольку нет пока действий технических. Вот. Хотя пробует, пробует. Сулейманов уже... Сулейманов пытается перевернуть. По-другому не скажешь. Сейчас выгодом разбивает хорошую стойку Ершова и не может пока подобраться до того, чтобы сделать прием. Но подсечки сейчас, с подсечками активно, не скорость. Хорошее преимущество Ершова было то, что он в двух захватах работал, и это его выручало... Слушайте, ну Ершова хорошее такое чувство корпуса и контратакивание достаточно такие интересные. Вот, допустим, сейчас даже зацепь делал спортсмен Сулейманов. Тут же Ершов встречал его. Ну, призером первенства мира случайно не становится. Есть у него и способности, и вот такой вот элемент его тренированности сейчас у меня лично немножко вызывает сомнения. А Сулейманов наращивает, наращивает. И в очередной раз пробует делать атаку. Тут бы Павла Бонавр, может быть, и поймать бы, потому что Сулейманов вынужден рисковать, обострять. Причем не всегда обоснованно. Вот, и чуть-чуть еще, может быть, и уравняется поединок. Посмотрим. Посмотрим. Павел грамотный, спокойный, плоднокровный спортсмен. Должен все это видеть, чувствовать и понимать. Ну, вот я как говорил... Ждет он все-таки второе действие. Это видно по внешним захватам, поскольку вот так обволакивающие. Ну, вот все, сбил все атаки соперника хорошим, плотным, ну, попыткой броска. И уже и преимущества опять Сулейманова нет, получается. Вроде бы Сулейманов навязывал-навязывал какими-то такими рваными двестими. Ершов сбивает хорошей атакой. Все, и опять нюзу заново обещает Сулейманову. А два захвата очень выгодны Ершова. Он в них себя уверенно чувствует. Сулейманову, чтобы разогнать, нужно один захват. Сейчас пробует Сулейманов делать подхват. Ну, сорвались у него захваты, естественно. Переход в борьбу в парту и накат. А тут уже, я смотрю, Гершов на удержание пробует перевести своего соперника. Делает Санкаку удержание, где ногами идет сразу и удержание, и удержание. Нет, на болевой, на болевой переход. Нет, ушла рука. Ну, вот такими активными действиями секунд 20-25 он отыграл. И сейчас ни в коем случае не надо уходить в защиту. Надо сейчас уверенно доводить поединок до логического завершения, до победы. Посмотрим, как сейчас у Ершова. Сулейманов будет бросаться. Мы вынуждены бросаться. Его либо подловить надо на этом. Либо четко контролировать и опережать. Но пока такое ощущение, что в защиту ушел Ершов. Чуть не ошибся, чуть не ошибся. Сейчас может последовать стать ишида на победу. Нет, это первая атака, мне кажется, вряд ли. Первая? До этого атака была все-таки. Ну, вот видите, то, чем я и сказал. Ну, будем интересны, интересный голденскор. Интересный голденскор. Зашли в голденскор спортсмены в дополнительное время. Посмотрим. Может быть, Сулейманов кураж поймал. Вот если он поймал, кураж сейчас добавит, это да. Если он остановится, он проиграет. Вот моя вот такая предварительная прогноз на этот поединок. Если Сулейманов поймал кураж и продолжит в том же русле, он выиграет. Если же он сейчас начнет остановиться, передоход захочет, он проиграет. Посмотрим, как это получится у спортсменов. Поскольку сейчас время уже не пределено. Если мы говорили, время идет сначала 5 минут по системе к нулю. Сейчас оно только в плюс идет. И неизвестно, сколько они могут пробороться. Сегодня боролись 7 минут. Считаем, кинза, атака, первая атака. Пока что 1, 1 атака у спортсмена в белом кимоно. Ну, сейчас достаточно 2 атак уже. Похоже, вот, все, вторая атака. И, в принципе, уже вчера так было, что за эти моменты уже дали Швиде. Если 2 атаки очень близкие на грани броска, то могут из 2 атак давать сейчас Швиде. Вот что и получилось. Сулейманов поймал Кураж и остановился. Зачем остановился? Ну, мы как бы из-за него. Сейчас уже посмотрим, какие действия предпримет Сулейманов. Поскольку Юршов, ну... Сам себя заглал на какая-то... Да, да, да. Краю подошел, так неосторожно. Ну, любопытно. Вот уже азартно такие, как сказать, более жаркие поединки, уже больше эмоций. Бывают поединки, где Шида, и они вялые. А бывают поединки, где Шида, и они очень яркие. Вот на бросок через грудь пробует Сулейманов зайти, да, Иршов ждет его там. Ой, молодец. Вот, красиво. Как оценка Юта. А, нет, 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 нет. Вот, рассматриваю. Ну, близко, близко было к оценке. Так, знаете, поймал он ход движения, и именно вовремя вставил этот прием. Но только единственное, не поверил, по всей видимости, не дотянул руками. Сначала 2 кинзы было у Белого, потом кинза у Синего, опять кинза у Белого. И в дополнительном времени это 3-й. Кинза. Третье, ну, 3-1, ну, посмотрим. Ну, да, с разрывом, потому что все-таки Сулейманов в этом промежутке сделал атаку. А судьи для себя раньше считали. Раз, два, три, три атаки, все, до свидания. Ну, вот то, что арбитр показывает заправиться, скорее всего, предвещает то, что он хочет или предполагает дать Шида участнику Сулейманову. По всей видимости, так и может произойти. Ну, внешне, в полном сборе, конечно, Иршов выглядел лучше. Выглядит сейчас, на теперешний момент. Да, да. А в основном времени там было все, знаете, не однозначно. Это Али-4 полного не знал, Иршов Павел. Иршов Павел. Али-4 полного не знал.